Награда из первых рук. Самарский школьник Рамиль Бахтеев получил памятную грамоту от Олега Каноненко. Мальчик предложил идею эксперимента, посмотреть, что будет, если надуть мыльные пузыри в космосе. На орбите опыт был проведен. Что будет с мыльным пузырем, если надуть его в космосе? Я получил за вопрос первое место, а за рисунок получил второе. Для Рамиля это один из первых шагов в направлении космического будущего, что в Самаре вполне оправдано. Город, который в освоении космоса сделал больше, чем весь остальной мир, вместе взятый, достоин того, чтобы быть признанным лидером в отрасли. А те, кто своим трудом обеспечивал развитие ракетно-космической промышленности в разные годы, в День космонавтики собрались в этом зале. Видно, что на самарских заводах есть преемственность поколений, а значит, стратегически важное дело в надежных руках. Космос, освоение космоса, история космическая, полет Гагарина – это все, что напрямую связано с самарской землей. Мы строим, и это будет новая страница освоения космоса, в Восточной, в Гоговещенске, в том конце, но когда вот со всеми данными летами, там постоянно, на каждом шагу звучит Самара. Высшие государственные награды вручаются сотрудникам предприятий, которые уже много лет выполняют космическую миссию на Земле. От первой ракеты до нынешних стартов. 1857 запусков самарских ракет. Это число можно было бы занести в Книгу рекордов Гиннеса. Самара на сегодня единственный город, где собирают ракеты для пилотируемых полетов на орбиту. Космонавт Олег Кононенко не без гордости говорит о значении города, который направил его на стартовую площадку. Сегодня он стал обладателем знака отличия за заслуги перед Самарской областью. В Самаре можно уже, наверное, как-то официально пробивать статус космической столицы России, делать, быть лидером проведения праздника 12 апреля по России, брать все это в свои руки, потому что здесь действительно целый куст предприятий, которые работают на ракетно-космической отрасли. В торжественной обстановке Олег Кононенко зачитал приветствие от начальника Центра подготовки космонавтов. Юрий Ланчаков в подарок Самаре передал ювелирную композицию «Духовная высота», модель спутника, внутри которого стартовый ключ космодрома, уменьшенные копии православного креста и олимпийского факела, предметов, оригиналы которых побывали в космосе. А этого человека зал приветствовал стоя. Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин стал почетным гражданином Самарской области. Легалии вручены под звуки гимна. Мы в мире сегодня обеспечиваем треть до тридцати процентов всех кустовых компаний. Регионам обеспечиваем больше, чем все Соединенные Штаты Америки кустовых компаний, не говоря уже о Европе и всех других странах. То есть мы с вами живем в уникальной регионе. Статус уникального региона Самарская область сохранит еще надолго. Время больших космических проектов только начинается. Перспективы человечества сегодня немыслимые без дальнейшего проникновения в тайны Вселенной. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин